Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Итак, Бог сказал Иисусу Навину, как Ему ввести второе поколение в обетованную землю, в которую первое поколение так и не вошло. Заметьте, что предлагала им обетованная земля? Избыток. Что же им предлагала пустыня? Едва достаточно. В течение 40 лет у них было едва достаточно. Когда Бог избавил евреев из Египта, они должны были пройти сквозь пустыню, но из-за неверия они остановились и разбили в ней лагерь на 40 лет. Делал ли там Бог для них чудеса? Да, конечно. Но это не были лучшие чудеса. Может ли Бог совершать не самые лучшие чудеса? Конечно, может. Если вы верите о двух миллионах, но веры вам хватает только на один, разве вы не возьмете этот один и будете рады, да? И просто будете продолжать питать свою веру. Ну, Бог их обеспечивал. Позвольте вам сказать, манна с неба каждое утро была чудом, но это было чудо для непослушных. Это не был лучший вариант. Что такое не лучшее чудо? Это выходить каждое утро и собирать одну и ту же старую еду. Рацион никогда не менялся. Одна и та же пища, и она сгнивала к концу дня. Это не самое лучшее, что может предложить Бог. Это чудо и Божья милость к непослушным людям. Но в его планах не было кормить их манной. Манна не была его высшим планом. Его совершенный план был в том, чтобы они вошли в землю обетованную, и их кормила земля, в которой течет молоко и мед, чтобы у них был избыток. Видите ли, в этой земле текли, текли молоко и мед. Изобилие – это поток. Изобилие – это не момент, это не просто сезон достатка. Изобилие – это поток. Это постоянный поток жизни. А у них были только мгновения обеспечения в пустыне. Почему? Бог помогал им настолько, насколько это было возможно. Но непослушанию сильно не поможешь. Помочь можно только до какой-то степени. Бог делал все, что мог. Почему? Потому что любил их. Но они все еще были непослушны, и из-за этого лишили себя лучших чудес. Аминь. Они видели чудеса. Подумайте, вот о каком чуде дамы. Это впечатляющее чудо, потому что оно пришло от Бога, но это не высшая форма чуда, когда их одежда не изнашивалась. 40 лет. Библия говорит, их одежда и обувь не изнашивались. Ну, слава Богу, что у меня все еще есть одежда, но кому охота носить одно и то же 40 лет? Дамы, избыток – это полный шкаф. Аминь. Избыток одежды. Разве это не чудо, что они могли носить ту же одежду, и она не ветшала? Да, это чудо, но не лучшее. Аминь. Итак, Бог в одном стихе говорит Иисусу Навину, как быть лидером для народа, который не хотел входить в землю и жил в неуспехе 40 лет, не выполняя Божий план. И в одном стихе Он говорит, как войти в землю. Иисуса Навина 1,8. Он говорит, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Здесь мы видим, как из арендатора стать владельцем, как от больного тела перейти к здоровому, как неудачнику стать успешным. Бог не предназначил своему народу быть незаконными поселенцами в пустыне. Он предназначил им владеть землей, владеть землей, владеть землей, владеть землей. В Египте они были рабами на земле, где им ничего не принадлежало. Божий замысел превратить вас во владельца всего. Все, чего касается ваша рука. Вам это принадлежит, принадлежит, принадлежит. Те из вас, кто покупал дом, помнит, что вы столкнулись с большим противостоянием при покупке дома, чем при аренде. Почему? Потому что дьявол не против, чтобы вы находились в чем-то, что вам не принадлежит. Потому что он там все равно при деле, если это принадлежит кому-то неспасенному. Но, если вы хотите чем-то владеть, это значит, что дьявол больше не сможет действовать на той территории, в том месте он больше никогда не сможет господствовать, пока вы им владеете. Поэтому он сопротивляется тому, чтобы вы были владельцем. Он больше не сможет выполнять свой план на той территории. Мой отец был фермером, и он научил нас по-настоящему ценить землю. Мы очень дорожили землей. Папа говорил, «Приобретайте землю, ее больше не производят. Приобретайте землю». И если в вашем сердце есть желание владеть чем-то, владеть землей, я вам гарантирую, Бог хочет, чтобы она стала вашей. Почему? Потому что Бог хочет превратить вас из арендатора во владельца. Аминь. Аллилуйя. Итак, Бог говорил Иисусу Навину о том, как ввести это второе поколение в ту землю, которую Он им уже дал, благодаря сей книге закона. И я хочу, чтобы вы что-то увидели. Да, не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Здесь видно, что мы должны уважать Слово. Сию книгу, сию книгу. Мы должны почитать эту книгу. Мы должны увидеть, что эта книга – наш ответ. Эта книга – наша помощь. Очень многие бегают и пытаются заполучить свой ответ от других людей. Ответ в книге. Для любой сферы вашей жизни, для каждой жизненной ситуации ответ в книге. И найдя ответ, было бы хорошо выполнить то, что там сказано, а не пытаться разыскать другой путь к успеху. Аминь. Итак, как я уже говорила, дьявол не упомянут в этом стихе, Бог не упомянут в этом стихе, но три раза упомянуто Слово, а человек упомянут пять раз. То есть, то, что человек делает со Словом, определяет, будет ли у него успех. Не Бог это определяет. Успех не приходит автоматически. Мы должны правильно поступать с книгой. Игнорируя книгу, мы будем проигнорированы. Почитая книгу, мы будем почтены. Ценя книгу, мы ценны. Аминь. Теперь позвольте вас спросить, правильно ли молиться? Конечно. Жертвовать правильно. Служить в поместной церкви правильно. Но ничто не заменит то, как вы обращаетесь с книгой. Мы можем хорошо служить, и при этом не очень умело обращаться с книгой. Аминь. Мы должны правильно поступать с книгой. В Иисуса Навина 1.8 Бог дал Иисусу Навину рецепт успеха. Мы не можем переделывать рецепт и думать, что он сработает. Аминь. Аллилуйя. У Бога есть роль, но и у человека есть роль. Какова роль Бога? Он дал нам книгу. Какова наша роль? Делать то, что говорит книга. Питаться книгой. Наполняться ей. Насыщаться ей. Аминь. Заметьте, наша первая обязанность по отношению к книге, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Успех в нашей жизни зависит от того, что мы делаем со словом в наших устах. Аллилуйя. Это значит, нам нужно говорить слово в течение дня. Папа Хеггин нас учил. Когда в жизни возникают какие-то обстоятельства, во-первых, задайте себе следующий вопрос. Что об этом говорит слово? Натренируйте себя. Сталкиваясь с чем бы то ни было, немедленно спрашивать, что об этом говорит слово. Это называется почтение книги. Если мы поставим книгу на первое место, мы добьемся успеха. Аминь. Итак, слово должно быть в наших устах, как образ жизни. Не только исповедание. Хотя исповедовать слово нужно обязательно, потому что в Марка 11 Иисус сказал, «Будет Ему, что Он не скажет». Марка 11, 23-24 «Будет Ему, что Он не скажет». В Марка 11, когда смоковница засохла после слов Иисуса, как Он это сделал? Он вложил книгу в свои уста. Он исполнил Иисуса Навина 1, 8. Он это исполнил и ученикам сказал, «Вот как действует вера. Кладывайте слово в свои уста». Итак, номер один, вам нужно исповедовать слово. Говорите то, что слово говорит о вас. И вот что чудесно. Когда вы исповедуете слово, вам даже не нужно выдумывать слова. Просто говорите то, что говорит Бог, и это будет правильный ответ. Аминь. Много лет назад я готовила контрольные работы и экзамены для уроков, которые преподавал мой муж на нашей библейской школе неполного дня. И вот однажды он проводил итоговый экзамен. Я подготовила для него список с правильными ответами. Он раздал экзаменационные листки, раздал, а потом вышел за кафедру и сказал, «Хорошо, давайте посмотрим на первый вопрос». И я не понимаю, что он делает? Зачем? Эд, это же не устный экзамен. А он говорит, номер один, и начинает читать вопрос, а потом начинает говорить фразы, в которых заключается ответ. А я сижу и ломаю голову. Что он делает? Потом он говорит, «Посмотрите на номер два». И я, боже мой. Что он делает? И вот он зачитывает практически всю страницу, выдавая ответы. А я сижу на первом ряду вот так. «Перестань, перестань, не делай этого». Позже я сказала, «Дорогой, ты, по сути, вышел и дал им все правильные ответы на экзаменационные вопросы. Ты понимаешь, что нам нужно разобраться, что они знают? Экзамен для того, чтобы мы могли выяснить, что они знают, а не что ты можешь им прочитать». Он сказал, «Я знаю, дорогая, но в детстве мне было так тяжело в школе. Экзамены давались мне с таким трудом. И некоторые из этих людей уже так давно не сдавали никаких экзаменов, и я не хотел, чтобы они провалили экзамен». И я сказала, «И твой выход – это дать им ответы?» Есть одна проблема. Когда дьявол заявится к ним посреди ночи, тебя не будет рядом с ответом. Им нужно будет самим знать ответ. Но Бог делает то же самое для нас. Он не хочет нашего провала. Поэтому Он сказал, «Сия книга закона. Эта книга – ваш список ответов. Эта книга – список правильных ответов». Так? И потом во второзаконии Он говорит, «Я предложил тебе жизнь, вот она здесь, и смерть, благословение и проклятие». И потом Он дает ответ, «Избери, избери жизнь». Эд поступил по Писанию в тот день, выйдя и зачитав ответы. Именно так поступил Бог. Он показал, как выглядит жизнь и благословение, и что такое смерть и проклятие. А потом сказал нам, что выбрать. Аминь. И когда мы сталкиваемся с финансовым кризисом, Он уже сказал нам, что ответить. «Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом». Видите, вам не нужно придумывать ответ. Вам просто нужно знать ответ, который Он дал в книге ответов, и сказать его. Вот что это значит. Да не отходит сия книга «Закон от уст твоих», не книга вашего мышления, воспитания или модели поведения ваших бабушки с дедушкой. Книга о том, что говорит Бог. Назовем ее более личностно. Книга о том, что мой отец мне сказал. Вот эта книга не отойдет от моих уст. Ваш успех начинается с того, что вы вкладываете то, что Он сказал, в свои уста. Не то, что вы говорите, а то, что Он сказал. Аминь. Именно с этого начинается ваш успех, с того, что вы вкладываете Слово в свои уста. И помните, как Иисус произнес довольно противоречивую проповедь. За Ним следовали толпы, множество народа. Они исцелялись, получали чудеса, пища размножалась. Они получали от Него все. А Он встал и произнес одну проповедь, которую они не поняли. Эта проповедь была «Ешьте Мою плоть и пейте Мою кровь, иначе не будете иметь части со Мною». Они этого не поняли. Ну, что Он имел в виду? Иисус был Словом, ставшим плотью. Есть Его плоть – это есть Слово. Как же есть Слово? Ну, как вы едите пищу ртом? Вложите Слово в свои уста. Так нужно есть Его плоть. Аминь. И заметьте, Он сказал, «Если вы не будете есть Мою плоть, вы не будете иметь части. Только ту часть, которую вы едите, вы можете получить. Если вы не едите Иисуса как Целителя, у вас не будет Иисуса в качестве Целителя. Если вы не едите Иисуса как Обеспечителя, у вас не будет Иисуса Обеспечителя. У вас будет та часть, которую вы едите. Итак, чтобы иметь успех, нам нужно есть Слово. Нам нужно называть Его Целителем. Нам нужно называть Его Обеспечителем. Нам нужно называть Его нашим успехом. Нам нужно называть Его Победой. Аминь? Потому что Иисус сказал, что вам нужно это есть. Именно это Бог и говорил Иисусу Навину. Вложи слово в свои уста. Он уже до прихода Иисуса Христа сказал нам, как есть плоть слова. Аминь. Аллилуйя. Итак, слово должно быть в наших устах не только, когда все в нашей жизни идет как надо. Слово должно быть в наших устах, когда все так, как надо, и когда все пытается выйти из равновесия. Люди говорят, я знаю, что слово должно быть в моих устах. Да, но почему же тогда оно исчезает, когда против вас поднимаются тяжелые обстоятельства? Мы не должны возвращаться к прошлому образу жизни. Мы никогда не войдем в успех, предложенный нам Иисусом, возвращаясь к тому, что мы делали всегда. Обращаясь к нашим бракам, как всегда. Говоря со своей второй половинкой, как всегда. Управляя деньгами, как всегда. Слава Господу! Это образ жизни. Это образ жизни. Вспомните, как Иисус был в пустыне, и я расскажу вам, как вложить слово в свои уста. Исповедовать слово. Это первый способ, как вложить его в уста. На самом деле, вы спаслись только тогда, когда вложили слово в свои уста. Так? Вам нужно было исповедать Иисуса своим Спасителем. Те из вас, кто состоит в браке, когда вы пришли на то место, где состоялось ваше бракосочетание, будь то в ЗАГС, или в церковь, или куда-то на природу. Когда вы вступали в брак, вы не просто стояли перед человеком, проводившим бракосочетание. Приходит жених с невестой в красивых нарядах, стоят и просто смотрят. Мы пришли. То, что вы пришли, еще не значит, что вы теперь женаты. Вам нужно что-то сказать. Просто посещение церкви не обеспечит вам успеха. Вам нужно что-то сказать. Просто чтение Библии не обеспечит вам успеха. Вам нужно что-то сказать. Вы не можете прочитать план спасения и спастись. Вам нужно что-то сказать. Вы не можете даже просто верить, что ваша невеста или жених, стоящий с вами перед регистратором в ЗАГСе или перед служителем, это правильный человек для вас. Да, вы можете в это верить, но если вы этого не скажете, вы не вступите в брак с человеком, которого считаете своим избранником, понимаете? Мы так часто упускаем именно этот жизненно важный шаг, что вы говорите, когда все идет не так. Аминь. И что вы говорите, когда все идет так, как надо? Потому что часто люди пускают свои слова на самотек, когда все в порядке. Аминь. Да не отходит сия книга закона от уст твоих и в добрый день, и в темный день, и в легкий день, и в трудный день. Аминь. Что мы делаем с этой книгой закона? Итак, Иисус был в пустыне искушения. Сорок дней и сорок ночей Он был постоянно искушаем. И каждый раз, когда дьявол ему что-то говорил, что он делал? Он отвечал на это словом. Иметь слово в устах, когда заявился дьявол, это значит ответить, иначе у вас в устах нет слова. Один из способов, как иметь слово в устах, когда приходят симптомы, отвечайте им. Да не отходит сия книга закона от уст ваших, отвечайте. Она постоянно в ваших устах. Вам есть что сказать? Когда приходит недостаток, вы должны Ему ответить. Именно так поступил Иисус. Он исполнил Иисуса Навина 1.8. Сия книга закона осталась в Его устах и в сезон искушения. Кто-то из вас проходил сезон испытаний, скорбей, который длился не один день. Что делал Иисус? Каждый день Он хранил слово в своих устах. Ответ противостоянию – это один из способов, как хранить слово в своих устах. Что еще Он делал? Он приказывал дьяволу уйти. Знаете ли вы, что один из способов, как хранить слово в своих устах, это сказать, «Нет, дьявол, убирайся! Нет, 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 не в моем теле, не в моем браке!» Это слово в ваших устах. И третье, что Он делал во время искушения в пустыне – Он поклонялся. Он сказал Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Он поклонялся Богу. Знаете ли вы, что когда вы поклоняетесь Богу, это слово в ваших устах? Аминь. Дальше. Мы знаем об Аврааме, что Он называл несуществующее, как существующее. Что делал Авраам? Он называл Себя отцом многих народов, тогда как был бездетен. И когда вы называете что-то в вере, это слово в ваших устах. Исповедание – это слово в ваших устах. Ответ дьяволу – это слово в ваших устах. Приказ дьявола уйти – это слово в ваших устах. Поклонение – это слово в ваших устах. Когда вы называете вещи так, как их называет Бог, это слово Божье в ваших устах. Ну, я иногда это делаю. Ну, в Матфея 11, 12 сказано, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, они берут его усилием веры». Заметьте, вы должны агрессивно применять слово в своих устах. Вы должны применять слово в своих устах намеренно. Вы должны сознательно обдумывать, что сказать, а не просто пускать все в своей жизни на самотек. Что это значит? Вы должны быть агрессивны против определенных вещей. Вы должны говорить слово со смелостью и агрессией. Аминь. Пассивное слово в ваших устах малого добьется. Бог почитает смелую веру. Аминь. Да не отходит сия книга закона от уст ваших. Вот в чем ваша сила. Да не отходит от ваших уст. Это значит, каждый день в ваших устах слово, и вы агрессивно применяете его, а не просто сидите и надеетесь, что как-нибудь пронесет, и Бог все исправит в вашей жизни. Аминь. Слава Господу. Так мы достигнем успеха. Аминь. Через то, что мы делаем со словом в наших устах. Аллилуйя. Задумайтесь. Матфея 8, 17 нам знакомо как стих об исцелении. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Но однажды Дух Божий сказал мне, посмотри на первую часть этого стиха. Она звучит так. «Да сбудется реченое». Через пророка Исаию, который, говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Он обратил мое внимание на божественный порядок. Чтобы что-то могло исполниться, оно должно быть сказано. Если что-то не сказано, оно останется неисполненным. И теперь мы можем посмотреть на этот пример и понять, что таков божественный порядок. Бог ничего не делает, пока что-то не скажет. И это что-то не исполнится в нашей жизни, пока мы что-то не скажем. Сия книга закона должна быть сказана. Чтобы сия книга закона могла исполниться в нашей жизни. Давайте вспомним бытие. В первой главе говорится, земля была безвидна и пуста. И сказано, что Дух Божий носился над водою. Один из переводов говорит, что Дух Святой парил. Первый парящий летательный аппарат. Дух Святой завис в воздухе над чем-то бесформенным и пустым. Он просто парил. Что он делал? Ждал. Видите, он был готов. Дух Святой всегда готов. Он все время готов. Чего же он ждал? Чтобы Бог что-то сказал. И когда Бог сказал, да будет свет. Свет будь. Когда он это сказал, Дух Святой это исполнил. Он приступил к работе. Знайте, Дух Святой в вас, над вашей жизнью. Не оставьте его висящим в воздухе. Дайте ему что-то исполнить. Он тот, кто исполняет. Он хочет что-то исполнить для вас. Что же он может исполнить? Сию книгу закона в ваших устах. Вот что он исполнит. Но если мы ее не провозглашаем, все, что ему остается, это парить в ожидании слов, Божьих слов в ваших устах. Он не исполняет слова человека. Он исполняет Божьи слова в устах человека. Аминь. Не знаю, как вы, но я хочу, чтобы он исполнял что-то в моей жизни. Он тот, кто исполняет. Аминь. Нам важно понять, если мы что-то не говорим, он не может это исполнить. В тот день, когда мы говорим, он исполняет. В тот день, когда мы не говорим, он не может исполнять. То есть мы определяем, насколько активно Дух Святой будет двигаться в нашей жизни. Тем, что мы говорим, неудивительно, что Бог сказал Иисусу Навину, «Не позволь этой книге закона отойти от твоих уст». Что это значит? Это образ жизни день за днем. День за днем. Аминь. А теперь коротко затронем следующую часть этого стиха. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в английском «размышляй о ней» день и ночь. Заметьте, один из способов, как удержать слово в своих устах, это постоянно размышлять о нем. Размышления касаются вашей умственной жизни и вашего внимания. Вы понимаете? Размышления касаются вашей умственной жизни и вашего внимания. Не достаточно, чтобы слово было в ваших устах, если его нет в ваших мыслях. Ничего не выйдет. Оно должно быть, во-первых, у вас в устах, и также оно должно быть в вашей умственной жизни. Понимаете? Если мы не будем внимательны, мы можем просто научиться сленгу веры и произносить слова. Но нужно нечто большее, чем просто выучить и произносить пустые слова. Слово должно жить внутри нас. Размышление — это думать о чем-то, твердить это себе. Позвольте показать вам, что такое размышлять. Я покажу вам на примере одного стиха. «Бог мой да восполнит». Мой Бог. Берите по порядку каждое слово и говорите. «Мой Бог восполнит». Он не только Бог пастора, не только Бог героев веры. Он не только их Бог. Он мой. Мой Бог. И лежа в кровати, думайте пред лицом недостатка, пред лицом нехватки думайте. Он мой. Мой Бог действует мне на благо. Мой Бог делает что-то. Он не просто чей-то Бог. Он принадлежит мне. Он сделал себя моим личным уделом. Мой Бог. Не моя работа, не мое образование, не мой интеллект, не мои возможности. Мой Бог. Потом переходите к следующему слову. Мой Бог восполнит. А, теперь мы избавились от всех сомнений и вопросов. Мой Бог восполнит. И немного об этом себе попроповедуйте. Мой Бог что? Восполнит. Не удержит. А, Он не удерживает. Он обеспечивает. Аминь. Проповедуйте себе об этом слове. Мой Бог восполнит. Не удержит что-то от меня, не обманет меня, не похитит что-то из моей жизни. Он не говорит мне что-то отдать ради того, чтобы забрать что-то у меня. Он обеспечивает меня. Мой Бог восполнит. Потом переходите к следующему слову. Мой Бог восполнит что? Всякую. Все. О, не частично. О, не только воскресенье. Он восполнит все. Видите, что такое размышление? Когда вы о чем-то размышляете, вы вбиваете это в ваш дух. Если вы говорите что-то из головы, это не работает. Слово, цитируемое из ума, не работает. Но слово, цитируемое из духа, из сердца человека, живое слово. Аминь. Вам не нужно звучать, как пустая консервная банка. Вроде есть звук, но чего-то не достает. Слова пустые. Размышления наполняют ваши слова содержанием. Размышления придают силу, крепость тому, что вы говорите, потому что это во мне. Я не могу это отпустить. Я это не отпущу. Я не перестану это говорить, потому что это во мне. Размышления о слове вкладывают слово в вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. 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 Продолжение следует...